Путину готовят замены, кто станет у руля и какая судьба ждет самого кремлевского диктатора. Об этом сегодня поговорим с Ростиславом Мурзагуловым, писателем, публицистом и общественным деятелем. Ростислав, здравствуйте. Добрый день, Альбина. Вот на России сейчас бум каких-то форумов, конференций, иностранные делегации приезжают, скажем, талибы приехали поделиться внедрением системы образования, декорации красивые. Вот такое ощущение, что этой шушурой пытаются замылить глаза и что-то скрыть. Вот как вы считаете? Ну, не знаю насчет замылить глаза, но это, конечно, выглядит достаточно жалко. То есть все эти великие делегации из Центрально-Африканской республики, из Буркино-Фасо и так далее. То есть это, конечно, такая достаточно дешевая замена тем большим странам, с которыми раньше работала Россия. И, в общем-то, это до боли напоминает, конечно, излет Советского Союза. Когда даже были такие анекдоты про то, как Леонид Ильич так уж встречал, так встречал какого-то очередного вождя из африканской страны. И когда ему сказали, Леонид Ильич, ну это же страна-то одна из беднейших в мире. Он говорит, ну да, страна, может, и беднейшая, но руководитель так целуется, так целуется. Поэтому, знаете, это все вот хуже... Понимаете, история повторяется многократно. Один раз в виде фарса, другой раз в виде трагедии. Я именно так поставил эту хронологию, поскольку то, что было на излете Советского Союза, не было так трагично, как сейчас, когда идет безумная кровопролитная война в сердце Европы, которую никто никак не может остановить. И действительно, я с вами согласен, что вопрос замены нейтрализации Путина стоит достаточно остро уже в его собственном окружении. Отсюда это его истеричная боязнь покушений. Отсюда вот эти истеричные замены некогда любимых его фаворитов. И вот, наверное, об этом тоже интересно поговорить сегодня. Да, мы обязательно об этом поговорим еще. И какую замену могут приготовить Путину в петербургский вот этот экономический форум, который прошел на России. Это такая замена швейцарской конференции, попытка, альтернатива, вернее, не замена, альтернатива? Это немножко другое. Это конференция из тех времен, когда Россия как раз пыталась быть частью мирового истеблишмента. Это было большое мероприятие. Они тогда показывали миру, какие они открытые, какие они цивилизованные, какие они демократичные, как они готовы рукооборку работать с мировыми лидерами для того, чтобы, ну вот и так далее и тому подобное. А сейчас это, безусловно, атовизм. То есть сейчас это Путину не нужно ни для чего. Проводят этот форум, я бы сказал так, проводят его по инерции. Просто потому, что много лет он был в повестке дня. Если сейчас его отменить, тогда все скажут, а, ну понятно, больше к вам никто не ездит. А вот что вы говорили о том, что якобы кто-то ездит, они, соответственно, и привозят вот этих вот всех ребят, очень симпатичных, очень разнообразных на внешний вид. Ну и, соответственно, они... Это такая декорация, да, декорация, что Россия по-прежнему имеет какое-то международное сотрудничество. На самом деле, конечно, это не так. Посмотрите на объем товарооборота элементарный. То есть товарооборот Путина с теми, с кем он там заключал героические соглашения на этом питерском форуме. Он не превышает, наверное, ну я не знаю, там, бюджета какого-нибудь небольшого российского городка. То есть это абсолютно несерьезно в плане экономики. Это бессмысленно обсуждать даже. Но вот он изо всех из последних сил показывает, что все у него хорошо, и все флаги в гости будут к нам, что называется. Что является, конечно, враньем. Ну вот Лавров сегодня заявил, что есть страны, которые желают сотрудничать дальше с Россией, и в том числе о расширении БРИКС. А как вы считаете, вот что это могут быть за страны? Ну, безусловно, Путин пытается создать свой такой бандитский интернационал. Путин пытается организовать такую ось зла, что называется, во главе с собой. Значит, он это видит так, как альтернативу Америке. Он именно эту риторику использует, потому что эта риторика кое-где в мире популярна. Ну, действительно, американцы время от времени вели себя достаточно, как бы сказать, это помягче по-смобски. И поэтому антиамериканизм в мире существует, и существует, в общем-то, где-то, может, и оправданно. А Путин на этом пытается играть. Но дело в том, что эти страны очень скоро столкнутся с тем, что Путин – это очень плохая замена Америки как лидеру. Потому что, да, Америка может где-то, что-то такое, знаете, не учесть чьи-то интересы, где-то может ввести куда-то войска. И потом, через пару десятков лет, как Байден сказать, а вот зря, наверное, все-таки мы бомбили Ирак и Афганистан. Бестолку. То есть сколько народ там погибло, сколько таких трагедий, но, тем не менее, вот, значит, они это делали. Да, случаются ошибки у американцев. Но дело в том, что по сравнению с тем, что делает Путин, Америка – это все-таки партнер достаточно надежный. То есть если с ней о чем-то договориться, то договоренностям эта сторона следует. А Путин – это профессиональный шулер. Это такой карточный кидалок классический. Поэтому эти страны сейчас ведутся на какие-то путинские обещания золотых гор. Он им сейчас может пообещать все, что угодно, поскольку он находится в положении, когда ему уже не до выбора. Он, в общем-то, сулить, может сейчас отдать всю свою нефть и газ всем мировым проходимцам. То есть, соответственно, другое дело, что он же очень скоро начнет кидать вот этих вот своих подельников по этой новой оси зла. И когда они это поймут, они начнут опять искать контактов с Америкой, но уже будет тяжело их восстановить, поскольку Америка тоже, в общем-то, страна достаточно инертная. Там решения принимаются долго, а их отмена – это еще более долгий процесс. Потому что, когда мне спрашивают, например, когда Америка отменит санкции, я говорю, что, ну, не знаю, наверное, когда уже Россия развалится, условно. Потому что я сейчас намекаю на тот самый закон Джексона Веника, если вы про такое слышали, то когда против Советского Союза введена была эта санкция, этот закон, который был направлен на то, чтобы, значит, бороться с антисемитизмом в России, ну, в Советском Союзе на тот момент, и его отменили уже тогда, когда Советского Союза в помине не было, да, и, собственно, уже не было таковой этой проблемы, ну, вот, отмена тоже была достаточно долгим интернерационным процессом. Поэтому эти все страны, которые сейчас решили с Путиным сесть поиграть в эту лотерею, они, конечно, очень рискуют, и их граждане должны понимать, что это, на самом деле, опасная игра. И, кстати, вы знаете, почти в каждой этой стране, где есть вот это такое движение на сближение с Путиным, да, там есть достаточно мощные свои оппозиционные силы, и они, кстати, выходят вот на наш российский оппозиционный форум, который последний раз во Львове проходил, и они готовы собирать подписи, написать обращения, и говорить миру о том, что, ну, например, условно, если Бирма там будет работать с Путиным, то есть большое оппозиционное движение бирманцев, которые категорически против этого, и которые говорят, что их власть нелегитимна, нелегитимна, не имеет никакого права принимать такие решения, и что народ вообще категорически против. Ну, и, соответственно, то есть каждый раз, когда мы говорим о том, что страна такая-то, прильнула к Путину, но это вовсе не обязательно именно страна, а это может говорить о том, что, да, купили одного или другого, третьего политика этой страны, но люди-то, как правило, там, и особых никто не спрашивал, поэтому, в общем-то, там могут подниматься и движения внутри этих стран, которые против этого, и мы будем это, кстати, демонстрировать. У нас уже идет этот диалог с сразу несколькими странами. Ну, вот вы сказали, что Путин может кинуть своих так называемых партнеров этих, но там, по-моему, иностранное представительство не такого уровня, что их можно кинуть. То есть, насколько я знаю, там, собственно говоря, приехали за то, чтобы их привезли, накормили и дали сухпайок с собой обратно. Вот. Иностранные делегации... Да, это называется, купили за шапку сухарей, да, в общем-то, эти самые делегации. Но нет, я сейчас говорю не об этих странах, там есть, к сожалению, более приличные страны, которые также могут примкнуть к Путину, есть ряд стран Латинской Америки, достаточно серьезных, есть страны арабские, которые подумывают над тем, чтобы работать. То есть, понимаете, это постоянное такое бодание идет, да, когда, например, одно время Арабские Эмираты вдруг решили, что они сейчас могут безнаказанно стать такой новой гаванью для денег путинских дружков, и начали активно затаскивать к себе таковых, и начали предоставлять им хорошие условия, и давать им документы, и виды на жительство, и давать им, соответственно, банковское обслуживание и обслуживание их бизнеса. Ну, потом это как-то раз и резко закончилось, и теперь все эти ребятки переориентируются на Бахрейн, на другие страны, и там пытаются прятать свои капиталы, поскольку в Эмираты приехали гонцы из Америки и сказали, что с вами случится то-то, то-то и то-то, если вы будете дальше работать с Путиным. Ну, и, соответственно, это движение в мире, оно постоянное, то есть здесь ничего перманентного нет. То есть те страны, которые заявляют о том, что сейчас мы с Путиным работать начнем, вовсе не обязательно, что начнут. Может быть, это, кстати, такое, знаете, вот как вот бывает, что там мальчик дергает девочку за косички, да, там, в втором классе, а на самом деле он делает это не потому, что хочет ее обидеть, а хочет как-то внимания ее привлечь, а по-другому не умеет. Ну, и, соответственно, вот так вот за косички дергает и Америку. Мы сейчас с Путиным будем работать. Ну, и потом Америка говорит, ладно, хорошо, что ты хочешь от нас? Ну, и, соответственно, человек объясняет, что он хочет, он хочет что-то поставлять, или хочет каких-то условий для какого-то бизнеса своей стороны там в Америке. И, соответственно, это постоянный такой торг, это такая нормальная, знаете, такая ситуация на одесском привозе, да, но только вместо там Тюти Сони и там Светули, да, там стоят вот руководители стран и тоже расторговывают всем чем угодно. Тут скидочку дали, тут не дали, тут договорились, тут не договорились. В общем, такой нормальный, такой вполне себе рыночный процесс. Мы с вами очень много говорим о том, кто может быть вместо Путина, когда Путина могут свергнуть и так далее. Ну, вот вывели в свет дочерей Путина, они появились на петербургском этом форуме. Как вы считаете, может ли Кремль поставить в качестве замены там на место Путина одну из его дочерей? Да, это, безусловно, сделано для того, чтобы попытаться вытащить этих девушек на авансцену российской политики, поскольку они сами, особенно Катерина, активно на эту сцену лезут. А Мария не очень туда охотно лезет, она все-таки больше вот про науку, про социалку. И вообще о ней ходили слухи, что такая, как это ни странно, приличная выросла девушка. То есть она вообще в свое время хотела жить в Европе, хотела заниматься чистой наукой, то есть не осваивать какие-то гранты, а именно вот медицина ее привлекала, то есть и возможность там, ну, как-то спасать людей и так далее. То есть вот была такая приличная девушка, вышла замуж за голландца в свое время. Там еще была дурная история, когда этого голландца какой-то гопник, банкир, обнальщик московский на Рублевке избил, ну и потом, соответственно, этого обнальщика посадили, бизнес его обнальный разгромили, хотя у него там была полицейская крыша, естественно. Ну, не на того он опал, что называется. Ну, то есть я, эта история к тому, что у Марии был иностранец муж, и она совершенно не желала, видимо, быть имперкой и в изоляции и так далее. Что сейчас с ней происходит, что сейчас с ее сознанием, я не знаю. У меня нет сейчас таких возможностей уточнить этот вопрос. Но судя по тому, что она там говорила, как она выступала, каких-то больших амбиций политических я в ней, честно говоря, не обнаружил. То есть это по-прежнему какое-то желание заниматься какой-то социалкой. И она говорит, как правило, именно об этом. Амбиции видны в Катерине Тихоновой. Да, там прямо они прут из нее, как вот прям, ну, не знаю, как из рога изобилия. Но удивительно, что эта же девушка, она же пустая, как барабан. Она же, в общем-то, произвела такое, знаете, впечатление такого неразорвавшейся такой какой-то бомбы. Потому что когда все ждали, что ж там такого она скажет? Про что там такое она умная заявит на этом форуме? Ну, это, в общем-то, прозвучало, как такой гром среди ясного неба наоборот. Это как вот в фильмах, знаете, бывает так, что-то такое все ждут, и потом так все пам-пам-пам, да, и ничего. Значит, соответственно, потому что речь была абсолютно пустая, она была лишена какого бы то ни было практического смысла. Единственное, что ценного я для себя там почерпнул, это прямо ее подчеркивание вот этого ее альянса с Белоусовым. И такое, знаете, вот Белоусова, знаете, да, Андрея Ремовича? Это я его поставила. То есть это прямо так она показала. То есть это прямо очевидно, что ей прямо не дают покоя лавры Татьяны Зьяченко. Она, видимо, посмотрела фильм «Певчих предателей». То есть все-таки не зря Певчих его снимала. То есть одна польза практически для одной девушки там случилась по итогам этого просмотра. В общем, посмотрела она на эту дочку президента и подумала, о, а что так можно было? И решила тоже стать, понимаете ли, кремлевским воротилой. И вот она пытается надсадно и надрывно это сделать, но выглядит это, честно говоря, абсолютно неубедительно. То есть ну какой это к черту президент? Это, в общем, такая жалкая попытка, и это очень хорошо, потому что действительно, ну пусть вот Путин продумывает все эти вещи, но когда он начнет совсем ослабевать, то есть когда совсем уже Акела будет промахиваться, и когда совсем все будут понимать, что все это вот уже стоит на выход, эта хромая уточка, тогда его вот этих дочерей и всех тех, кого он реально мог бы считать своими фаворитами и надежными своими сменщиками, всех этих Дюминых, всех этих Белоусовых, Чемизовых, Ковальчуков младших и так далее, Патрушевых младших, их всех просто на части рвать начнут. В физическом смысле, в политическом смысле, в смысле бизнесовом. И это очень хорошо, что он показывает, вот кто реально его фаворит, поскольку вот другим представителям российских элит, условно говоря, будет сразу понятно, в кого целиться, а они это точно будут делать, потому что они не хотят никаких других элит, они не хотят никаких преемников в виде Катерины или Марии или Белоусовой или кого угодно. И, соответственно, это вот будет та самая драка, драка будет большая, болезненная. Никому в этот момент не рекомендую стоять между двумя враждующими сторонами. И самое главное, на что я надеюсь, потому что, когда эта драка начнется, они так увлекутся борьбой друг с другом и за власть, что забудут о том, что они развязали войну в Украине и, соответственно, уберутся отсюда к чертовой матери. Вот если говорить о том, что преемника поставят раньше, чем Путин начнет ослабевать, как вы считаете, все-таки как скоро это может быть и будет ли путинский преемник продолжать его же линию? Ну, смотрите, это не будет в одночасье происходить. То есть Путин не выйдет, как дедушка Ельцин, в новогоднюю ночь и не скажет, что вот я все осознал, я был идиотом, я вот ухожу в отставку и вот вам Катерина Тихонова, значит, на посту премьера. Нет, конечно. Это будет происходить чуть-чуть по-другому. То есть это всегда происходит со стареющими диктаторами так. То есть рядом с ними появляются какие-то молодые фавориты, эти молодые фавориты начинают под себя подгребать власть. А другие фавориты, немолодые или нефавориты, но тоже представители элит, они начинают, соответственно, этим фаворитам мешать. И вот, соответственно, вот в момент, когда это начинается, то есть, грубо говоря, тогда и заканчивается тараканище, заканчивается страшное, пристрашное такое, который всеми командовал. И все понимают, что уже началась драка, уже началась грызня внизу, уже надо бежать кому-то присягать, думает весь этот многотысячный аппарат, который в России существует и на котором все держится. И вот когда это начинается, начинаются интересные процессы, потому что, условно говоря, губернаторы такие-то вступили в альянс с, условно, Катериной Тихоновой. Губернаторы из другого блока российских регионов, скажем, с юга, я не знаю, например, они сделали больше ставку на какого-нибудь Патрушева. Там еще какие-нибудь министерства такое-то, оно больше тяготеет к условному Ковальчуку. И вот все начинают друг друга подгрызать. И вот в этот момент, в этот момент, да, вот этот вот коллективный такой Путин, да, вот эта гидра такая многоглавая, она, конечно, начинает забывать о внешних проблемах, которые были так важны для Путина, у которого других-то проблем же нет. У него только вот эти вот мысли его беспокоили, да, что с Махатмой Ганди поговорить больше нельзя, а больше говорить не о чем. Ну и тогда будем что-то делать, чтобы было весело, будем воевать со всем миром, например. А вот эти, конечно, воевать со всем миром уже у них это будет вторичная история. То есть в момент, когда начнется смена власти, когда Путин совсем охромеет и будет, в общем-то, понятно, что он уходит скоро на покой. Вот тогда внешние акценты, конечно, будут начинать уступать внутри политическим. И, соответственно, это хорошая новость для нас сами, для тех, кто хочет, чтобы скорее победила Украина, чтобы поскорее победили силы добра и справедливости в этой безумной войне. Потому что у них не будет энергии и сил для того, чтобы и друг друга внутри мочить, и для того, чтобы еще и воевать с Украиной. Тем более, что многие из них в этом-то и не видят никакого смысла. И это сейчас уже понятно, информация просачивается о том, что один, другой, третий ищут каких-то выходов, как-то намекают своим западным друзьям, что они против, что они не хотят и так далее. Вот Симоньян про Белоусова заговорила в недавнем эфире у Соловьева. И якобы она со своей, а-ля вот этой вот сворой журналистов, обсуждали, кто может быть вместо Шойгу. И вроде как даже в первой пятидесятке они не видели Белоусова. И очень зря, потому что это вот стал не весь какой хороший вариант Белоусов. Как это аргументирует Симоньян? Говорит, что он очень хороший экономист. И, собственно говоря, деньги — это главный источник для военных действий, для продолжения. И как вы считаете, вот сейчас так активно говорят о Белоусове в пропагандистских эфирах в связи с чем? В связи с тем, что вот эту вот неудачную военную стратегию пытаются оправдать? Или же вот к чему столько времени на этого Белоусова уделяется? Я поясню, да, я поясню. Ну, там два момента. Первый — это почему Симоньян, значит, не была в курсе и почему она начала говорить. То есть Симоньян — это Громов, грубо говоря. То есть это говорит о том, что этот блок путинский не повлиял на это назначение. Это, значит, говорит о том, что, скорее всего, это назначение пролоббировано другими крыльями, другими башнями Кремля. Поэтому сейчас то, что они подхватились и побежали все комментировать и убеждать, что, ой, какое здоровское решение, как оно прекрасно. Но это все тоже очень просто объяснимо. Понимаете, Путин творит дичь, а их задача вот этого всего огромного вот этого вот блока пропагандистов, который действительно гигантский, я думаю, что бюджет редкой стороны мира, наверное, дотягивает до вот этих только пропагандистских российских бюджетов, потому что это безумие, конечно, какое-то, сколько они тратят на это все. Ну и, соответственно, вот этот пропагандистский блок сегодня просто с пеной у рта доказывает каждый раз, что Путин прав. И это очень забавно начинает уже выглядеть, потому что ну как ты убедишь всех, что Путин прав, когда сначала все ржали над тем, как он поставил сначала мебельщика, потом он поставил этого оленевода. И все продолжалось очень плохо и в российской армии, и во всех войнах, где она пыталась участвовать. И, соответственно, в Украине, там, Киев за три дня фраза, я думаю, знакома каждому уже первокласснику в Российской Федерации. И, соответственно, все прекрасно понимают, что это просто просто катастрофическая череда неудач, и никто уже не хочет отдавать своих детей на даже обычную армейскую службу, поскольку с первого дня их там начинают обрабатывать. «Подпиши контракт». И более того, интересно, что уже не так-то хорошо получается даже детвору вот эту, над которой всю власть имеют эти армейские командиры, обработать и уговорить подписать контракт, потому что все знают, что там происходит. Ну а эти все-таки пытаются делать вид, что нет того, что он умный, он все знает. Вот сейчас он принял такое классное решение. Сначала он принял идиотское решение, поставил нелепого и вороватого оленеводу, который все развалил и который не может ничего захватить за три дня. А вот сейчас он поставит другого, сейчас поставит счетовода, и, значит, счетовод там подсчитает все деньги, направит их куда надо, не даст генералам воровать, и тогда все, само собой, захватится. Но все же понимают, что не захватится. Ну, то есть все понимают, что все будет плохо и дальше. Ну, поэтому это опять плохая именно при, соответственно, при плохой игре. То есть это именно игра плохие. Ну и, соответственно, вот мы имеем то, что имеем. Ну, в общем-то, еще раз, опять-таки, классика, очень патриарха, излет власти диктатора. Ну, вот в контексте того, что вы сказали, что все будет плохо и дальше, очень интересно, последний отчет аналитиков Института изучения войны. То, что они сказали, они говорят, что у Путина стратегия игры в долгую, и эту войну он собирается якобы выиграть. То есть теория победы, назвали так американские аналитики, базируется на продолжительной войне. Если все плохо, если ресурсов уже недостаточно, если, скажем, экономика идет вниз, то какая война в долгую? О чем здесь речь? Ну, нет, мне кажется, это какое-то странное объяснение. Ну, прям война идет в долгую, потому что у Путина не получается победить быстро, а сдаваться вот он не хочет. Соответственно, ну да, поэтому он перестраивает страну на военные рельсы, поэтому он будет пытаться дальше всех уговаривать идти мобилизовываться и заворачиваться в черные пакеты. Понятно, что это получается с трудом. И я при этом не понимаю, почему вообще кто-то считает, что это такая стратегия, в смысле стратегия. Он ворвался в Украину, получал там оплеух, и теперь он зализывает раны и висит там по-прежнему на вот этой вот завоеванной территории и не хочет оттуда уползать. Он продолжает получать тяжелые раны, продолжает терять безумное количество людей, но при этом вот лежит, лежит там и не хочет оттуда отползать. Соответственно, где тут стратегии? Это же не стратегии, это абсолютно ситуативные судорожные действия. Никакой стратегии здесь не вижу. И поэтому, собственно, называть все это... Вот у Путина появился план игры в долгую. Господа, у Путина не было и нет никакого плана. Путин — это человек, который действует из логики момента. Путин — человек, который не может просчитать на сколько-нибудь ходов вперед, даже на два, мне кажется. То есть только на один. Поэтому здесь я бы не превозносил его вот так и не говорил о том, что какие-то это гениальные его идеи. Нет, это просто он огреб от украинцев, и, соответственно, вот он продолжает думать, что же ему делать дальше. Ну вот, собственно, вот это вся его стратегия. И хочется с вами еще поговорить напоследок об Армении, потому что вот сейчас там Захарова назвала недружественным шагом, не недружественной страной, а именно недружественным шагом то, что посол Армении поехал в Бучу, там высказал свою поддержку Украине. Как вы оцениваете вот нынешние отношения между Россией и Арменией? Ну, между Россией и Арменией отношения, если мы говорим про элиты, да, то они, к сожалению, имеют некую зависимость от России, потому что они просто вот так расположены географически, соответственно, они не могут вот прямо в одной части разорвать эти связи и стать там про-западными и так далее. Значит, соответственно, то, что говорит... Вот это вынуждена некая такая ситуация, да, то есть когда в орбите путинских сфер влияния находится эта сторона. А если говорить о людях, если говорить о населении, да, то, конечно, у них совершенно никакого восторга нет по поводу Путина, потому что Путин, как они считают многие, их кинул в вопросе с Карабахом. Они многие считают, что, собственно, они должны быть демократической страной, что они должны тоже двигаться в сторону Европы. Армяне очень такой народ, который очень во многих странах мира представлен своими большими диаспорами. А работают они активно много в странах, в общем-то, приличных самых. И поэтому знают, каково это – жить при демократии, а не при диктатуре. Соответственно, конечно, в Армении рано или поздно начнутся, наверное, настоящие какие-то демократические перемены. Но, скорее всего, конечно, это совпадет с переменами в России, поскольку вот эти вот экономические связи пока там не разорваны с Россией и не налажена альтернатива каким-то поставкам из России. И многим другим таким, знаете, таким канатом, связывающим, привязавшим когда-то эту страну к Москве, к сожалению, для них. Ростислав, я вам благодарна за этот разговор и за ту аналитику, которую вы сделали в нашем стриме. Ростислав Мурзагулов, писатель, публицист и общественный деятель, был гостем этого стрима. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова